Всем привет, ребят! Выпал на две недели из виртуальной реальности. В реальную. В общем, сегодня поговорим о удаленных подключениях, о бит-торренте, о всех нюансах, которые сплыли за эти вот прошедшие две недели. Начнем... Новостей, конечно, хороших на данный момент нету никаких. Начнем с еще самой хуже новости, так как все увидели, что прилетела оплатить за использование удаленного подключения. Для меня это вот такая вот интересная сумма. 94 доллара прилетает раз или два раза в неделю на карту, но благо тому, что у меня там просто-напросто нет денег, и эта наглая попытка снять оттуда такую сумму, у них, соответственно, никогда не увенчается успехом. Я не собираюсь этого делать, отдавать им деньги за то, что, так скажем, я остался обманут. Смотрим на статистику использования моих виртуальных машин. Соответственно, видим 290 часов всего использования из 750. У меня их было 6, да, использовалось 294, но не 750 даже. Но, опять же, это вот уровень бесплатного пользования. Соответственно, это все должно быть бесплатно. А насчитали мне, так скажем, не виртуально, а реально за использование этих вот виртуальных машин и удаленных подключений. Тут вот все использовано, там уровень, уровни там вот прогнозируемость чего-то там, даже не знаю этот параметр и понимать его не хочу, так как оно мне в принципе уже не нужно. Смотрим, да. Я вот удалился с этого всего сервиса на две недели назад. Ну, то есть, как удалился, выключил просто-напросто это все. А мне почему-то еще капает за это. Почему, неизвестно. Понимать я не хочу, потому что, ну, как бы, немножко подбешивает. Да, сейчас все будут у меня кидаться помидорами. Я глубочайше извиняюсь за то, что вот создал эти видео там. Некоторые люди в это все поверили, зарегистрировались и сделали, ну, как бы, опрошенность такую, как и я. Ребята, я в той же самой лодке, что и вы, как видите, мне прилетело, наверное, больше, чем может быть некоторым. Но, может быть, кто-то умнее и просто-напросто читал где-то там условия и все тому подобное более тщательно, чем я. Ну, и как бы не ошибся. Выход, естественно, простой, потому как здесь вот эту проблему на самом сайте, это от Амазона нельзя решить, удалить просто там свои платежные данные только путем того, что нужно, ну, как бы, закрывать свою карту и выпускать новую. Ну, да, это, конечно, неприятно. Нужно тратить время, на это идти там в банк, может быть, встать даже в очереди и все такое. Ну, это все-таки лучше, чем отдать вот такие вот суммы. Просто-напросто за то, что вы этим, так скажем, не пользуетесь, оно вам не приносит пользы. И, ну, да, это неудобно, но все же, ну, а куда деваться? Живем в такой вот реальности. Ну, а вот самый такой, конечно же, вопрос назревающий, что с BTT? А с BTT еще лучше, ребят, потерял все, потому что система вывода у них нормально не работает, и, скорее всего, наверное, работать и не будет. При переводе денег, этих всех мнимых денег, опять же подчеркиваю, не считал никогда это чем-то там реальным, так как вот в этом приложении, да, можно там было у менять 20000 BTT, я их пытался вывести в один момент с приложением в сеть, и у меня получилось что? Следующие вещи. Выключился компьютер, ну, как бы электричество просто выключили, компьютер потом его включил, и увидел, что у меня завис кошелек. Вот это уже всем известное UPS при переводе, которое случается у многих. Восстановить кошелек, восстановил кошелек, да, а так ничего не пришло. Соответственно, пришлось там новый попробовать сделать, ну, я в новом, как бы, отдачи никакой не видел. Потом люди там писали, что нужно смотреть этот в папке, там, с BitTorrent Helper файл валит, и что там пишут, какие ошибки он там выдает, смотреть, чтобы ошибок не было. Потом после этого еще появилась такая интересная замануха, как оценка ноды за счет того, сколько у вас там баллов. В общем, нужно набрать, по-моему, 10 баллов на этой ноде. Но, опять же, тут нужно учитывать тот факт, что у вас должно первое быть. Первое на первое – хороший интернет. Второе – оптимизация Windows для того, чтобы у вас не более полтора гигабайта использовала вся система. Но я не знаю, как этого добиться, но, наверное, это реально. Чем меньше используется эта система оперативной памяти, тем больше вам сыпется, соответственно. И вот третий момент с хардами. Ну, там что-то пишут, например, в ануалах, там, можно скачивать на SSD, раздавать там HDD, там, или наоборот. В общем, не суть важна, да. Ну, и четвертый параметр. Нужно, соответственно, к этому всему относиться, так как, не знаю, как к любой работе с точностью. Точно с чем заключается? В том, чтобы у вас эта вся система работала вот идеально. Начиная от Windows, заканчивая подключением интернета. И даже не заканчивая, заканчивая тем, что у вас должно это все стабильно работать, и никто, ну, как бы никогда не должен, там, никогда не должно выключаться электричество. Ну, опять же, тут же нужно покупать блок бесперебойного питания, покупать SSD. Это все стоит, ну, так скажем, недешево, и отдача на данный момент нулевая. Она не то, что даже нулевая, она минус бесконечность, потому что, ну, я не смог привести. Видите, множество людей, которые тоже, вот, вроде бы качают, там, торренты, раздают, они тоже не могут привести, там, себе из in-app в on-chain. Ну, как бы, пока никто не знает, как это работает. И, скорее всего, я так полагаю, что оно и работать и не будет. Ну, вот такие вот на данный момент новости. Попробовать заново это все подключить, да, там, с новой виндой, там, оптимизацию попробовать сделать, там. SSD, конечно говоря, я покупать себе не буду, ну, это лишняя трата денег, как я пока считаю. Как бы интересно узнать ваше мнение. Пишите, мне всегда интересно вот почитать другие мнения, в общем-то, на связи.